всем привет у нас очередная встреча про питончик про язык программирования питон на этот раз мы начинаем рассматривать питончик чуть глубже чем какой-нибудь обычный такой классический язык программирования вот с другой стороны как мы уже наверное заметили питон устроен таким образом что у него все такие фишки как абсолютно классические примитивные так и достаточно продвинутые эффективные они все на поверхности то есть не надо слишком глубоко нырять чтобы вот до этой самой глубине глубины продвинуться вот и вот сегодня как раз мы ровно в этом и убедимся потому что наша тема это итераторы вот и те из вас кто проходил эти самые итераторы в каком-нибудь си плюс плюсе или кажется джави они в современной тоже есть видели что там эта штука добавлена так сказать сильно потом вот то есть десятилетиями си плюс плюс существовал без итераторов а потом их туда придумали вот в питоне же это один из основных и синтаксических элементов языка в чем мы собственно сейчас и убедимся вот например ну начнем мы не с итератор начнем мы с известным на феномена вычислимой последовательности вот мы с вами знаем что для того чтобы нечто в питоне было последовательностью в силу тяны типизации достаточно чтобы это нечто поддерживало протокол последовательности к о котором мы когда сегодня поговорим вот и мы с вами знаем что последовательность это не обязательно реально нечто хранимые последовательно в памяти вот а даже если она хранится в памяти не обязательно в памяти хранится то что потом возвращается в качестве элемента вот например строки хранятся в памяти это хранимые последовательности тем не менее элементами строки являются строки а вовсе не там какие-то отдельные байт или что он там юникодные кусочки которые там хранятся а вот например мы с вами знаем последовательности range который мы пользуемся прям всегда если мы хотим сделать что-то вроде списка соседи со счетчиком так после последующий range были возможно вы помните я кажется об этом говорил последовательность range она конечно же не хранимая это аритметическая прогрессия все ее элементы вычисляются вот и нулевой элемент и там какой-нибудь н элемент вполне может вполне и даже какие-то подпоследовательность видите оформленные в виде вас и даже так можно вот но это не имеет отношения к нашей сегодняшней теме просто имейте ввиду что с рэнджами можно творить всем всевозможные разумные чудеса в этом их удобство мы с вами поговорим про другие вычислимые последовательности которые таки да соответствуют протоколу итерируемой последовательности с upper half то есть со стороны пользователя протоколы итерируемой последовательности выйдет очень просто ваш объект должен иметь либо встроенный метод 2 подчеркивания next начнем его должен иметь и этот встроенный метод 2 подчеркивание next должен выдавать следующий элемент вашей последовательности когда она закончится вызывать исключение стоп итерейшн и это все вот таких последует нот сейчас давайте какой-нибудь нот мы знаем такую прекрасную последовательности и номерейт за и номерейт эта штука которая возвращает последовательность пар вот она как раз является прям настоящий последовательность настоящим итератором такая типичная типичный итератор который работает один раз видите один раз лист от я нам показала все что надо а второй раз мы же это последовательность уже прошли до конца но она значит пустая ну вот так вот и номерейт то что мы с вами сделали с помощью преобразования и номерейтов список или то что или если мы там допустим вставили это в цикл формы обычный номерейт фор используем можно проделать и с точки зрения вот того самого вызова методы next ну или просто вот такого next вот сейчас сначала я надо перепели перепела переназначить е равно здравствуйте то выйти то выйти то выйти то выйти то выйти то выйти вы почти не опоздали вот у нас есть значит это самая итерируемая последовательность она называется и номерейт обжиг но это неважно вот вот давайте допустим напишем и е . next сколько их там 4 штуки 5 next вот и next я сказал о вот это он и есть протокол тариум и последовательность как я уже говорил вот эта штука является врайпером для вот такой штуки понятное дело что то что мы написали вот 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 здесь это общий вид функции next она одна такая а вот метод next у каждого у каждого элемента может быть свой вот но тем не менее вот это работает так вот о а вот это stop iteration то есть чтобы вы понимали когда мы вставляем последовательность в цикл for или когда мы вставляем последовательность в множественное присваивание вообще когда мы используем последовательность где бы то ни было где она используется как последовательность происходит ровно то что вы сейчас видеть по элемент на ее перебор вплоть до получения исключения stop iteration который в собственно и означает конец последовательности вот ну какие мы еще знаем последовательности такого вида ну скажем zip которую я в какой-то момент даже чё а zip я сказал вот zip это значит что у нас такое ну давайте next все то же самое мы помним да что zip используется для того чтобы вот у него там внутри n параметров он берет это это последовательность и он возвращает что тепли из всех нулевых элементов этих последствий всех первых элементов последствий ну и тогда значит внутри последовательности поддерживающие трейд протокол снаружи подлезть последовательность которую прям вот сама поддержит это такой так далее ну что еще но и из такого вот там чё у нас там еще map и фильтрного а еще реверсит та же самая история с реверсит та же мы его отдельно посмотрим map это такая функциональщина эта способность применить это такая функция которая применяет заданную функцию последовательности ну скажем map int ну не знаю вот как вы видите это опять опять последовательность можем сказать вот так что там е да а можем сказать лист от ей посмотреть конец обратите внимание как обычно первый элемент смысле нулевой а вот здесь первый второй до за счет последовательность продолжается а потом она заканчивается если мы скажем еще раз это вызов естественно стоп-итерейшн уже произошло вот map это применение вот этой функции вот к этой последовательности собственно последовательность а фильтр это те элементы за счет которые давайте тем фильтр filter скал фильтра ты чё говоришь фильтр чего да господи туплю фильтр сначала что идет фильтре функция лямбда пускай будет лямбда это было слово лямбда господи прости вот x x процент скажем 3 да и рейндж от 1 до 12 до 14 вот это фильтр object давайте не глядя уже вы поверите мне что это ну вот чё 1 2 3 нету 4 5 есть 6 нету ну да все сработало конечно все хорошо ну вот значит это это лямбда должна вызывать вы возвращать пустой или не пустой объект если объект пустой соответственно штука это вы фильтровать короче поверьте мне на слово что это тоже тоже вполне себе значится из рим объект с точки зрения bottom half то есть изнутри и терируемый объект может получиться тремя различными способами способ 1 это значит ситуация когда мы просто говорим уж когда у объекта есть свой встроенный метод бла-бла итер бла-бла вот он очень многих последностей есть вот обратите внимание на то что вот так вот сказать допустим мы не можем строка не является итератором строка это итерируемый объект но итератором она не является но если мы скажем вот так вот у строки есть встроенный метод итер соответственно если мы скажем е равняется итер от ну то мы положим самый настоящий итератор вот со всеми свойствами итератора прям вот как один вот да это первый способ получить настоящий итератор из итерируемого объекта если он у него есть встроенный метод итер то все хорошо такая функция выдаст нам вот это другой способ получить итератор из из индексируемого объекта это если объект индексируем если у нее есть метод гитайте и длина окажется длина не обязательно вот если у объекта есть метод гитайте то итер от такого объекта давайте попробуем а равняется тут правда у этого у а почти наверняка итер тоже есть да но в принципе его может не быть вот когда мы будем с объектами разбираться мы наверное ну можно если хотите можно прям класс создать что там гитайте да промахиваясь а последнее время вот значит или равняется и ды иксед да спасибо вот так я еще не не до конца в себя пришел после болезни это правда вот спасибо большое отлично что вы за этим смотрите хорошо также что вы знаете про то про все эти классы так ну вот значит смотрите я хотел я хотел я хотел сказать что если напишу вот так вот то скорее всего мне это сейчас на первых и равняется и дыксед ну скажем да вот если я напишу вот так вот скорее всего мне дадут это сделать вот так вот так вот так вот так вот так вот здесь вот в действительности был совсем другое исключение понятное дело индекс но в случае когда протокол итерирование накладывается на индексируемый объект это именно так и происходит индексируем объект должен возвращать именно индекс е вот он возвращает индекс ер у нас итератор от него будет возвращать стопа вот третий вариант это вообще такая функциональщина просто как это стопроцентная потому что это фактически реализация того что называется в теории вычислимости частично рекурсивной функции оператор частичной рекурсии вот он определяется как суперпозиция функции кен переменным и еще вот этому самому он же оператор минимизации вот этот вот это такой y при котором f от вот это все и y равно нулю вот оператор минимизации он от n минус 1 переменной такой что при условии у нас есть оценивающая функция и она значит на n переменных где n переменной ты y должна быть равно нулю вот минимальный такой y это и есть результат применения оператор минимизации страшно ну вот так вот мы можем примерно то же самое значит определить в питончике мы сказать iter дальше функция а дальше стоп значение и iter будет вызывать эту функцию до тех пор пока она эта функция не вернет стоп значение вот в примере давайте сейчас пример сделаем портрандом да и так е равняется iter iter вот функция ну скажем кстати она без параметров по-моему да рандом ранд рэндж вот ну скажем пяти вот а стоп значение ну скажем три а че не все одинаковые что я сделал не так не может быть совпадением сейчас давайте вместо пяти поставим 15 ну слава богу отлегло а почему с пяти тут были одинаковые не это было просто раз два три четверное совпадение удивительное взял ну вот значит как это работает мультипа вызываем функцию производящую функцию до тех пор пока на стоп значение не вернет классику вот единственное что мне не нравится что я где здесь вот это вот 012 она сама должна что считать ну неважно вот такой способ такой способ тоже есть вот теперь до нас с вами немножко доходит давайте еще удалим еще одну легенду которой нет до нас теперь немножко должно доходить как работают вообще синтаксические конструкции в которых упоминается слово последовательность допустим множественное связывание и к чел ловушки множеством связь допустим передача распаковка и запаковка параметров передачи их функции или допустим цикл for вот везде где там написано за счет последовательность в действительности там должна быть какая-то последовательность которая поддерживает протокол итерирования то есть вот один из этих трех вариантов да если есть метод это отлично сделаем итератор если есть нет метода это сходим к индексам если нет ну в общем вот поэтому работа цикл for при этом выглядит так мы создаем итератор поэтому итератор уходим дожидаемся стоп это рейш выходим из цикла все вот внутри а внутри а внутри значит вызывается в цикле next то есть фактически это вот 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 E равняется iter, вот, while true, C равняется next, вот, E, ну, print C. Вот, с вашего позволения, не буду здесь делать try, accept, всю эту вот эту фигню, потому что мы к ней еще не дошли, она у нас будет после объектной модели, а не до, потому что, потому что, вот, там придется, придется знать про объектную модель. Ну вот, ну вот, фактически цикл for работает вот так, и все присваивания работают вот так, мы просто берем, значит, итератор от нашего итерируемого объекта, если он берется, начинаем поименементно его проходить. Вот, и это что касаемо ситуации, где у нас вообще в питоне встречаются итераторы, как видите, они встречаются везде, мы с вами их использовали примерно столько раз, сколько решали домашние задания, быть может, за исключением Hello World, вот, знаменитого. Ну, мы можем задать генератор сами, вернее, итератор сами. Для этого нам нужно либо сделать циклическую сборку, такую же, как мы делали для списков множеств словарей, вот, и выглядит это примерно вот так, в круглых скобках. Гор. Что-то мне сегодня... Да, вот, значит, это так называемый генератор-обжект, вот все, что мы сейчас будем делать в этом куске лекции, это будет генератор-обжекты, но он обладает свойством итерирования, вот, вот, собственно, вот, смотрите, верьте мне. Вот, как видите, эта конструкция очень похожа на списковую сборку, только скобки круглые. В отличие от списковой сборки, она ничего не хранит, соответственно, памяти занимает меньше, а работает, понятное дело, дольше. То есть создание списка и проход по нему, в принципе, работает быстрее, чем создание генератора и проход по нему. Вот, понятное дело, потому что вам приходится вот эти контексты все время держать в памяти, в них ходить, вот это все. Вот, но если вам хочется поэкономить память, потому что там 100-500 миллионов шагов, а еще вы, может быть, сейчас мы ниже будем говорить о частичных ленивых вычислениях, вам же не обязательно весь генератор до конца просчитывать. Вы можете же остановиться вот здесь, например. Кто же мешает? Вот, тогда прямая, прямая, прямая выгода делать генератор, а вовсе не хранить весь список, всю последовательность в памяти. Вот, генератор-обжег, и можно пользоваться. Вот, более того, вы можете пользоваться генератором-обжег, там, передав его в функцию, никак не обозначая. Ну, например, сортит, я сказал сортит. А здесь вот что-то типа и процент 5, я сказал. Я все-таки не смог написать, набить проценты со второго раза. Во! Значит, смотрите, что сейчас произошло. Мы создали последовательность, генератор-обжег, последовательность, передали ее в качестве параметра функции сортит, он ее сортировал, значит, и выдал нам список результат. Единственное, на что стоит здесь обратить внимание, на отсутствие второй пары скобок. Ну, то есть, если у вас синтаксически абсолютно понятно, где лежит итератор, то этот итератор можно в скобке не заключать. Такую конструкцию. Правда, если у вас у функции два параметра, то все, если параметры два, скобки нужны. То есть, вот так вы не можете написать. Вот, вам придется, вам придется здесь ставить скобку. Обратите внимание, что порядок сортировки поменялся, потому что стройки сравнивались, а не числа. Стройки сравнивались лексикографически. Ну вот, такие дела. И это, значит, как сделать генератор-обжег ручками, не сходя просто с места, вот просто вот в одну строку. Но, понятное дело, такие генератор-обжег-то не очень устойчивы, удобны. Мы все-таки пишем не на функциональном языке, а на процедурном. Давайте мы процедуру напишем, которая будет делать то же самое. Простите, а у вас нет способа циклическую сборку для туполя сделать? А зачем? Чтобы что? Туполь – это константная штука. Вот в юзкейс, когда нам нужен не список, а туполь, константный, но при этом динамически собираемый, очень сложно придумать. Я вот, как это... В конце концов, собираете список, делаете туполь от него. Все равно это один раз происходит. Ну вот. Да. Ну вот. И так, конечно, функционально это красиво, запихать все в одну строчку – это прекрасно, но хотелось бы уметь прямо функции писать. Значит, в питоне это сделано, я бы сказал, очень остроумно. Единственное, что надо немножко приложить усилия к мозгу, когда вы читаете генератор функции на питоне. Потому что генератор функции на питоне, то есть специальная конструкция, которая возвращает генератор в качестве результата, а этот генератор уже будет вам соответствовать протоколу итерирования и реагировать на next, участвовать в списке и так далее, она выглядит как функция, у которой вместо return используется ключевое слово yield. Давайте попробуем это сделать. Дев ген, ну скажем, от x, ну от n. Давайте далеко не ходить. for e in range от n, yield, yield, то, что ты будешь делать, e умножить на 2 плюс 1. Вот. Что такое ген? Это самая обычная функция. Вообще, просто функция. А почему я говорил, что она такая прям вся другая? А потому что эта функция, если мы напишем рез равняется ген, ну скажем, от 5, что у нас лежит в рез? Ваше предположение. Интересует не мнение тех, кто знает, а предположение. Да, да, да. Вот я надеюсь, это было предположение, а не знание. Вот. Значит, то есть, смотрите, сам факт появления слова yield внутри синтаксиса задания вашей функции делает эту функцию такой, ну так называемый генератор функции. Она возвращает не конкретное значение, а генератор, который уже можно будет использовать. Ну, next, вот рез. Та-дам! Так что смотрите, вы можете написать какой угодно. Вот здесь вот можете написать, например, yield 100 500. А здесь можете написать еще какой-нибудь yield. Вот. Естественно, так тоже будет работать. Это не дин. О! Он за один раз по призначению обещается? По одному, в общем, по три. Ну, yield же. Смотрите, как это работает. Можно, наверное, на экстреме его поражать? Можно. Понятно. Сейчас, сейчас. А, знаете что? Давайте мы вот что сделаем. Я предвидел того, чтобы это было непонятно. Давайте мы зайдем на Python Tutor и будем не просто next его прожимать, а вот прям вот как вот, прям вот, вот, прям вот отсюда. Вот смотрите. Вот у нас есть генератор функции. Мы хотели сюда еще вписать в начале yield и в конец yield, да? Чтобы было понятно, как они работают. Вот здесь yield. И вот здесь yield. О! Во! Ну что, поехали. Вот у нас, как обычно, первый шаг в Python Tutor, мы определили всю функцию. Он говорит, функция. Вот мы создали генератор object из нее, вызвав эту функцию, потому что эта функция является генератором функции. У нее yield внутри был найден. Вот мы залезли в этот генератор object. Вот мы дошли до стадии yield. Сейчас произойдет возврат значения из этого места. вжух, подготовили возвращаемое значение, вжух, вернули его в print, напечатали print. Вот мы снова вызываем next. Вот мы зашли в функцию, и обратите внимание, попали уже сразу на вторую строчку, в то самое место, откуда, собственно, на место yield. И продолжаем с этого самого места, откуда мы попали, продолжаем работу. Вот мы пошли в for, вот вы вычисли s, вот мы подготавливаем возвращаемое значение, вот мы возвращаем значение. Оп, зашли в 3, следующий next. Куда мы попали после захода в next? В то место, где был yield. Продолжаем после yield. Вот. Еще один yield. Пожалуйста. Вылезли. И еще один yield. Вылезли. И еще один yield. Все. Единственное, что мы забыли, еще вот до этого yield дойти и сделать yield 42. Таким образом, итератор object оказывается довольно забавной штукой. Вот функция написана нами, точнее, да, вот не будем говорить за всех, да, будем говорить за написанную нами функцию. Сконструированный нами генератор object обладает забавным свойством, это называется, это называется крутина, да, сопрограммы. Когда у нас, когда мы можем повторно войти, вернее, не повторно, а войти обратно в контекст и продолжить выполнение с того места, на котором это выполнение было закончено. Вот. Я объяснил? Спасибо. Вот. Значит, примерно так это работает. Да. А если, допустим, будет функция одновременно с yieldом и returnом? Return означает stop iteration. Все. Мы в этот раз краем глаза посмотрим, как его можно использовать, а когда будем говорить про синхронность в питоне, посмотрим, как это, плотно в это. Но нам сегодня хватит и без того. Значит, но это важное замечание. Спасибо, что вы вспомнили. Return означает stop iteration. Собственно, в этой функции был return. Вот вы его не видите, а он есть. Потому что, если у нас функция без return, она заканчивается return known, как известно. А yield как работает? Он не возвращает нас из функции? Он возвращает нас из функции? Конечно. А next загоняет обратно с того же самого места. Обратите внимание, что в отличие от обычной функции, которая вызывается, создает name space, а потом этот name space весь удаляет, name space генератор функции, точнее итерированного объекта. Генератор функции – это сама функция. А вот этот генератор обжекта существует все то время, пока существует генератор обжект. Все его локальные перемены, вот это вот все. Потому что нам надо туда вернуться и продолжить выполнение с предыдущего места. Такая вот штука. Это довольно милая вещь. Да, значит, давайте еще раз посмотрим на тот факт, что генератор – это одноразовая последовательность. Вот мы идем от начала, начинаем генерировать все вот эти, этот yield, эти yield сколько-то раз, вот этот yield. И дальше мы говорим stop iteration. Если мы попробуем на тот же самый генератор обжект еще раз сделать next, нам опять скажут stop iteration. Нет никакого протокола, который бы перезапустил наш генератор с начала. Потому что абсолютно непонятно, что такое перезапустить генератор с начала. Перекомпилировать снова вот эту всю функцию, ну вот как. В общем, такого синтаксического, не синтаксического, не даже архитектурного решения нет. Так что вот, генератор одноразовый. То есть, например, цикл, если мы сделаем строку, вот S равняется, то ее преобразование циклическое, конечно же, будет многоразовым. А вот если мы сделаем iter от этой строки, то его преобразование техническое, естественно, будет, циклическое, будет, естественно, одноразовым. Вот. Я это отдельно замечаю, потому что у нас будет домашка ровно на этот эффект. Вот. Значит, одноразовая последовательность. У YILDA есть одно синтаксическое такое упрощение, которое поначалу не очень понятно, зачем нужно, за исключением ну некоторых очевидных веселых веселых и как это правильно сказать, я слово упрощение уже сказал, легких сокращений. Вот. А именно конструкция YILDA FROM. Когда конструкция YILDA FROM используется внутри генератор функции, генератор объекта, для того, чтобы временно передать итератор в другой итератор. Цикл итерирования времени передается в другой итератор. Когда вы в следующий раз скажете NEXT, вы по цепочке пойдете туда, а не сюда. Ну то есть, вот реально, если написать два этих самых DEV G1 от N RETURN, не RETURN, YILDA, Ну просто вот, для тупости. DEV G2 от N же, ну от X, хорошо, чтобы вас не путать. YILDA, ну скажем, 3. YILDA X, а нет, YILDA FROM G1 от X. YILDA 4. Вот. Ну, во-первых, как это будет работать? Я думаю, примерно понятно. Лист от G2 от, ну скажем, 5. Нет, 10. Ваше предположение, что сейчас будет? 3, есть KINZ 4? Да. Именно так. Вот. У этой конструкции есть очевидный бонус, что нам не нужно писать FOR, что-то, IN, что-то, YILDA, что-то, хотя очевидно же, что если есть, если есть уже итератор, если есть уже Generator Object, из него можно сразу по-илдить. Вот, смущу YILDA FROM. Второе, менее очевидное свойство, я его случайно открыл на лекции, на какой-то из вот этих лекций, вот таких, что YILDA FROM можно написать, например, вот так. Ну, хорошо. Хорошо. Любой итерируемый объект может быть, может, можно, конечно, любую последовательность можно указать в YILDA FROM, если у него есть ITER, из него будет изготовлен ITER, и по этому ITER будет, значит, YILDA кусочек. Цикл там, в смысле, вот этот самый список туда можно вставить, ну, вы увидите, range туда можно вставить. Вот. Что еще упрощает абсолютно очевидный синтакс, в котором вы бы написали, что FOR что-то, IN что-то, YILDA что-то. Вот. А теперь можно сделать так. С точки зрения управления вычислениями, вы можете считать, что вы вообще не заходите в namespace вот этого G2, когда вы находитесь внутри вот этого итератора. Как там на самом деле реализовано, ходите ли вы туда, чтобы получить доступ туда, но, скорее всего, все-таки ходите, но в этом namespace ничего не происходит. Да? Вот на этих двух этапах вычисления происходили вот здесь и вот здесь. Жух, выпали-впали, выпали-впали. Вот это понимание значит, ну, сопрограммы, это еще не совсем сопрограммы, сопрограммы чуть-чуть более, корутина чуть более хитро устроена в питании, мы о них будем говорить в конце семестра. Вот это понимание генератора объектов, как таких фрагментарных исполнителей кусков кода между YILDA лежит в основе понятия асинхронности, о котором у нас будет лекция в конце семестра. А пока что мы вот просто зафиксируем такое свойство, что вот, мол, вот. Наверное, стоит еще вспомнить еще одно ненужное нам на сегодняшний день свойство, просто чтобы вы его знали. А именно, что у ретерна в итераторе может быть параметр. Вот мы до сих пор пользовались ретерном неявно, потому что он ретерн но, чисто теоретически можете написать так. дев ген от x ну, хорошо, yield from x давайте посмотрим, что такая функция делает. Лист от от ген от квер так, ну и в чем разница? Зачем я написал ретерн? А я же говорю, это немножко скрытая штука. Давайте по-другому напишем. Давайте напишем вот так вот и напишем вот так вот. Видите, куда приехал лен от x? Это параметр исключения stop iteration. Вот он. запомним этот бесполезный факт, он нам пригодится в конце семестра. Значит, это что касаемо генератор функции и обычных генераторов. Смотрите, чего нам не хватает для того, чтобы реализовать абстракцию сопрограммы, настоящая сопрограмма, это такая, значит, кусок кода, который постоянно находится в памяти, сохраняет контекст, мы туда входим, выполняем некоторый кусок, yieldимся, выходим, входим, выполняем этот кусок, yieldимся, выходим. Что нам не хватает? Нам не хватает возможности передавать туда, в этот кусок, дополнительные параметры. Вот сейчас мы имели дело с кодом, который задан раз и навсегда, выполняется вот так, как тут написано. Было бы интересно внутрь вот этого кода вбрасывать дополнительно какие-то данные, чтобы потом их можно было обрабатывать. И это делается очень легко. Для этого у yieldа может быть правая часть, левая, левая часть. Смотрите. как такую штуку использовать. первый раз ее используют как обычно, потому что давайте, вот давайте значит не так, давайте мы здесь еще print напишем. print стадия 0, стадия 0, вот, здесь у нас будет print стадия 1, а здесь будет print стадия 2. print стадия 2. Вот. Давайте, давайте вот так вот сделаем. Давайте, значит, вот мы создали этот самый параметрический генератор, объект. Первый раз к нему надо обращаться, как ко всем. next от p. Вот он перевернул нам этот самый 10, собственно, зашел сюда, выполнил вот это, выполнил yield 10. Теперь настала пора запихать туда параметр. Ну, скажем, p.send, ну, скажем, 100. Что сейчас должно произойти? Вот в этот рез должно приехать 100, вывестись вот эта штука, и нам должен вернуться 110. О. Что? А next, кажется, нельзя. Сейчас мы это проверим. Он скажет, а, что вы, а, или next это send known. Вот. Send known, и нам скажут, что он не смог known сложить с 10. Вот. Так, p.send, ну, скажем, там умножаться будет, ну, скажем, на 3. Во. Ну, вот. Значит, если вы говорите, да, если вы, ой, если вы, значит, send, next это то же самое, что send known, то есть мы можем реально сказать p.send known, и оно заработает. Вот. Ну, вот если мы сейчас скажем next от p, то произойдет следующее. У нас произойдет send known, дальше он попытается сложить known с десяткой и отвалится. То есть, в результате получается следующий протокол. Работа с параметрическим генератором. Первый вызов это send known, он же next. Все остальные вызовы это send соответствующее число. Вот. Выглядит это немножко, как это правильно сказать? Необычно. Неустойчиво. Да, вот у него как-то у этого алгоритма нету описания. Вот. Такого привязки к жизни. Но считайте следующее. Как бы вот считайте, что ваш параметрический генератор, когда вы говорите ему первый раз next, он только запускается, инициализируется. А когда вы говорите ему send, он уже начинает жевать ваши параметры. Будем считать, что вот первый запуск этого генератора это значит стадия инициализации каких-то предварительных его элементов. Это слабое объяснение, но мне оно помогает жить с этим. Что вот параметрический генератор нуждается в инициализации. А инициализация это кусок кода до 1 июня. Все равно вы туда не сможете, нет такой синтаксической конструкции пробросить прямо в этот момент туда еще какие-то дополнительные значения. Их нет. То же самое, что next, только с параметром? Ну, next это то же самое, что send, только с параметром known. Вот. Да, да, да. Просто, понятное дело, что мы с вами большую часть, большую часть времени будем пользоваться обычными генераторами и пользуемся обычными генераторами. И там обычный next используется. Писать каждый раз, держать в голове, что это send known неудобно. Вот. Но в действительности это именно в эту сторону работает, а не в ту. вот. Ну вот. Итак, мы с нами видели, что return из генератора приезжает в значение stop iteration. Где-то мы это видели. О! Во! Вот здесь мы это видели. Это значение stop iteration можно поймать, не используя try except клаузы, это оператор try except, который у нас будет там где-то ближе к концу семестра. А именно конструкция yield from, о которой мы уже говорили, она тоже может иметь возвращаемое значение, и это тот самый return. Давайте эту сложную конструкцию нарисуем. Вот. Вот. ну вот у нас значит был какой-то давайте def какую-нибудь функцию напишем fun ну ген естественно ген от x она что должна делать? Она должна возвращать какую-то yield какую-то последовательность и return какой-то результат. ну давайте по-тупому напишем yield from x что-то я не умею писать по-английски вот тоже нет вот супер простая тупая штука фактически iter от x да давайте мы еще тут напишем return len return len от x тот самый вот вот у нас такая конструкция похожая уже была значит как мы уже видели эта штука вот этот len от x мы видим только в одном случае если мы делаем глазками смотрим на стоп и трейшин но мы можем написать так барабан дробь ох мне не понравилось что там ген и здесь ген давайте мы сделаем вот так итак заведем генератор г ген 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 Так. Проверим это так. А. Что я туплю? А. Ну да, вот так. Да? Нет. Что я сделал неправильно? Расскажите мне. Так, дубль два. Нет, все нормально. А, я Лену сказал. У него нету Лен. Естественно. Лен бывает только у тех последовательностей, у которых задан метод Лен. ГТХ. Если он у них не задан, Лен к нему не работает. А лист работает. Правда, я его сейчас просрочил, но давайте еще раз. Вот. Передадим этот генератор нашей функции раннер. Г. Только я... Вот что. Вот все затупили, и я затупил. Да? Вот. Давайте еще раз. Дев. Что там? Ген. Вот. Г равно... Райнер от Г. Так. Так. То есть вот эту штуку, которая нам в обычных случаях была доступна только через StopIteration, через параметр StopIteration, где-то там, вот, вот, где-то там, вот, вот здесь. Мы ее словили, написав явно, что вот этот результат равняется YieldFrom. И тогда вот то, что мы там заретернули, попало нам в результат. Вот. Наверное, это можно использовать где-то, кроме Async в питоне. Но в Async в питоне используется ровно это. Мы вот про это как раз будем говорить. Тем не менее, вот такая конструкция есть. Знаете о ней. Возможно, даже ей когда-нибудь вам удастся воспользоваться. Я, кажется, в жизни единственный раз этим пользовался. Вот. Я точно этим пользовался, когда моделировал Async на лекции. Но это вы увидите. А вот в real life фиг знает. Ну, вот такая вот конструкция есть. Да, значит, есть возвращаемое значение у StopIteration. Давайте его попробуем вот таким образом ухватить. Все. Это что касаемо генератор функций. Вот. Зачем они бывают нужны? Ну, понятное дело, что в первую очередь нам нужны генератор функций как сопрограммы. Особенно те, которые с сэндом. Да. Есть такие алгоритмы, которые предполагают, что у вас весь контекст всегда доступен. Вот, ну, как бы всякие переменные, массивные. Ну, все вот эти вот данные доступны. А вы туда только по очереди вбрасываете значения. И вместо того, чтобы писать какой-то странный цикл по вводу-выводу и вводить куда-то, выводить, вы можете просто написать, вот, ну, это еще не корутина, а именно что сопрограмму. Я, знаете, почему все время тут паузу делаю? Потому что я годами эту штуку называл повторно входимой функцией. Вот. А сегодня посмотрел в Википедии, что в русской терминологии называется повторно входимой функцией. Выяснилось, что повторно входимая функция – это такая функция, которую можно одновременно вызвать из нескольких программ одновременно и выполнять. Вот. Не знаю, почему она при этом называется повторно входимой, а не многократно входимой. Но вот, и теперь я каждый раз заикаюсь и говорю, м-м-м, корутина. Вот. Ну вот. Так вот, начнется программа, в которую вы этот ввод вбрасываете, да? А еще, как я уже сказал, таким образом можно организовать какую-годно осинфрочную. Как стандартную с помощью пайта на СинКО, так и нестандартную, какую вы хотите. Потому что, напоминаю, генератор объекта – это такие куски кода, которые выполняются от YILDA до YILDA, а дальше передают управление вам. Дальше вы передаете управление в них следующим сендом, они снова выполняются от YILDA до YILDA, а дальше они передают управление вам. То есть, вместо программы, которая выполняет N функций, вы получаете программу, которая выполняет N умножить, там, не знаю, на K различных фрагментов внутри этих функций. И как-то их, значит, вот скомбинируют. Такие дела. Все. Какие-то вопросы? Я всех запутан. Но разбирайтесь. Значит, следующий кусочек – это прекрасный модуль EtherTools, которым советую пользоваться всем, кто еще не излечился от желания писать функционально на питоне. Если вы хотите писать функционально на питоне, EtherTools и Functools – два модуля, которые для вас. Сразу предупреждаю, что питон изначально не дизайнился, чтобы на нем писать функционально, но на нем можно писать функционально. Любую программу на питоне можно написать в одну строчку, только прочитать потом будет нельзя, а написать можно. EtherTools вам в этом помогут. Но, в принципе, EtherTools помогают еще во всяких других ситуациях, когда решение задачи, которая перед вами лежит, очевидно функциональное. А таких задач довольно много. Вот. Ну, с чего можно начать? Начать можно с того, что в силу своей природы, вообще-то, итераторы не обязаны останавливаться. В принципе. Никогда не обязаны. Ну, то есть, нет, если вы, конечно, знаете, что ваша последовательность конечна, то вы ее, например, можете переобразовать в список. Но, в принципе, итератор, вот в том виде, в котором мы его написали, может никогда не выйти за пределы функции, за пределы цикла. Ну, вечный цикл там сделали. А чем не итератор? Гилдит значение? Гилдит значение. Если кто-то пытается из него список сделать, он сам себе злобный буратино. А так-то чего? Можно от него там несколько раз понекстить и не париться. Вот. А еще его можно обработать с помощью итертулз. Ну, так вот. Первое, что итертулз нам предлагает, это три различных способа задать бесконечный итератор. Значит, каунт считает от старта с шагом. Ну, это, короче, как рейндж, только бесконечный. Поэтому у него стопа нету. Ну, потому что если бы у него был стоп, он бы был рейнджем. А стопа у него нет. Это бесконечный итератор, который считает нам, да. Ну, вот смотрите. Давайте сейчас что-нибудь такое сделаем. From итертулз. Звездочка. Так, сразу бух. Вот. С равняется каунт. Ну, скажем, от десяти и далее. Ну, с шагом два и далее. Да? Вот. Ну, давайте. For A, B in zip. In zip. Ну, скажем. Она называется С большое, да? Ну, а он все считает и считает. Бесконечно, говорю же. Вот. Рам такая же штука с итератором под названием cycle. Cycle. Не circle, а cycle. В общем, он циклически перебирает все элементы в последовательности. Правда. Обратите внимание на то, что... Помните, мы говорили, что последовательный итератор, он конечный, да? Он одноразовый. Очевидно, cycle хранит где-то копию этой последовательности в виде хранимой последовательности. Вот. Seven copy of each. Чудес на свете не бывает. Мы не можем волшебным образом много раз повторить один и тот же итератор. Вот. Поэтому cycle, если очень грубо смотреть, он устроен так. Он запоминает элемент, yieldит его значение и добавляет элемент. А дальше, когда у нас stop iteration произошел, когда вот этот for закончился, он просто начинает повторить по кругу эти элементы, запомненные в цикле. В списке. Вот. И это стоит иметь в виду, когда вы работаете с методами итертулс, что некоторые из них, ищите волшебное слово копия, жрут память. Ну, такая же штука с репитом. Но с репитом там все несколько проще. Он просто либо бесконечно, либо n раз повторяет один и тот же элемент. Ну вот. Дальше поехали всякие интересные вещи. Значит, аккумуляет. Что делает аккумуляет? Аккумуляет либо по умолчанию прибавляет, либо применяет бинарную функцию к нулевому значению и первому, результату и второму, результату и третьему, ну и так далее. Давайте попробуем. Мне самому интересно. А, ну конечно. Ну, треугольные числа, как они есть. Вот прям узнаю. Помните, что такое треугольное число? Один, два, три в сумме. Четыре, пять. Вот это вот ровно они. Вот. А давайте вместо них умножим функ. Ну чем, фу, 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 аккумуляет. второй параметр func только тогда от 1 до 7 и будем умножать а значит так и бактериалы д ну в общем вот причем довольно эффективно да не выполнил то есть у нас уже все все замножено да все уже сложно просто добавлять очередной элемент то есть мы реально можем пройти по этому аккумулятору в жух до даемного элемента искать даем на мельный мет таким образом вычислить факториал линейно конечно но вычислить 2 батчет который появился относительно недавно это у вас есть последовательность а он их группирует по n штук очень удобная вещь когда вам нужно взять разбить там после мы знаем как сделать например декартово произведение взять в несколько вложенных циклов взять большую списку и сборку получить там n куб элементов а теперь как нам х обратно на тройке то разбить вот таким способом например ну или там не на тройке на n ки вот да вот еще там у нас батчет range ну скажем 16 по 4 элемента до лист вот обратите внимание что сами элементы будут давайте вот так вот сами элементы будут теплыми если я правильно понял да то есть это не последовательность это тюк а вот зато вот коротенький будет просто коротенький будет вот обратно ситуация чейн это когда у вас есть несколько последователей вам нужно выбрать вы бы выдать сначала одну потом вторую потом третью в чем фишка в том что эти последовательности могут быть бесконечны ну и что что они бесконечны но выдаст вам первая последовательность конечный потом вторая бесконечная третье не выдастся потому что 2 бесконечные кого это волнует вот есть модификатор который называется чем фрон и требовал это когда у вас они не через запятую здесь пересказаны а у вас прям передан итерюруемый объект который возвращает последности которые нужно склеить компресс это аналог фильтра как видите он фильтрует только те элементы последовательности которые у вас есть два последовательность и пример в примерах пустые не пустые объекты в финальной последности будет только то что соответствует не пустым объектом в примере drop while отрезает голову списка до тех пор пока некоторые условия верно вот пока x меньше пяти у нас будет дропаться у этой последовательности элементы начиная вот с этого они будут вот он отрезает а потом начинает выдавать по одному есть еще помимо drogue while take while это наоборот он будет показывать только начало последовательности до тех пор пока не случится стоп 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 события фильтр false работает также как фильтр который мы с вами видели только false он фильтрует только то что то что возвращает фолкс вот довольно извращенный метод с хранением последовательностей там наверняка есть слова копия слушайте а нет нет там хранение последовательности который называется группой давайте посмотрим на его краткое описание у вас есть последовательность и есть функция которая будет выдавать ключи по которой будет происходить группировка и он нам сначала вернет сгенерит несколько последовательностей летом но у которых будет значит субитераторы у которых будет длины 1 потом длины 3 вас так сколько у нас времени пока этот кашля можно попробовать руками интересно все таки как то работает я давайте попробуем пример который прямо тут да кто нам мешает сделать вот так а потом с ним проэкспериментировать во первых что он возвращает это ртулс он возвращает листом возвращает ага ведь что он возвращает возвращает тюпли значение ключа запятая итератор по тем элементам которые с этим ключом в данном случае с длиной 1 длиной 3 ух ты ну давайте тогда вот так лист от е фор что там л к е ин грубой о это было к запятая е но получилось что-то другое о ну правильно все вот это вот я раскрыл вот эти вот итератор в ту же тему штука под названием powerways которая появилась недавно сравнительно в питоне я очень люблю powerways это когда вам нужно разделить последовательно пары но первый со вторым второй с третьим третий с четвертым и так далее не поделить а именно вот так взять раз два три ну дать посмотрим лист вот powerways вот то есть если у вас например есть набор точек то у вас получится набор отрезков вломанный который соединяет еще более универсальный инструмент кажется сохранимым вариантом ну кстати нет еще более универсальный инструмента это и слайс и слайс это аналог слайса есть у нас есть последовательность какая-нибудь неважно какая да и слайс допустим от последовательности и там реально три параметра как у как у операции секционирования старт стоп ну допустим с третьего папе с по минус 1 кстати так работает интересно шагом 2 мне не работает хорошо сотый вот до for е in print и тех 2 смотреть 3 с шагом 2 с шагом 2 с шагом 2 ну а как полагается слайсу правая часть может быть какая угодно вот такие дела то есть понятное дело что в обратную сторону вообще индексирование не в ту сторону слайс не в ту сторону работать не будет с последовательностью если она не является индексируем она может только проходить подряд но выкурить из нее кусочки можно вполне ну что такого еще интересного помните зип наш да зип сливает две строчки если две последовательности если он слил две последовательности одна из которых короче то результат будет вот результат будет по самой короткой до 4 штуки а зип лангист будет результат по самой длинной просто у вас но он приедет в отсутствующие элементы ну давайте посмотрим вы так о видите вот тоже бывает иногда полезно как вы могли заметить что каждый раз когда я не использую обмазку вокруг этого штуки вокруг итератору обжекта в виде листа генерируется сам лита итератор обжект который нам в общем не ни уму ни сердцу мы не можем посмотреть еще в нем лежит мне каждый раз приходится его обмазывать листом чтобы произошло чтобы конструктор лист прошелся по всей этой последовательности и сгенерил нам результат но понятное дело что вот в этот момент еще ничего не произошло да как нет никак нет никак а надо смотрите но это вообще такой специфический объект который в принципе вставляется в используется для того чтобы индицировать что значение тут нет его специально для этого придумали вот так что как правило логически одно соответствует другому но в принципе нет так сделать нельзя вам действительно придется либо использовать zip который коротенький либо руками проверять мы под и приближаемся к концу этого рассказа значит те это удвоение из одной из одного итератора делают несколько по умолчанию 2 и вот эта штука тоже с хранением имейте это в виду ну с таким у вас есть итератор по которому проходят и вот если вы проходите по нескольким из них да давайте это попробуем кстати тут идер наверное не нужен что а их должно быть да должно быть 3 естественно если слева 3 то и справа 3 вот значит next от а от c от c от b от а ну в общем вы поняли вот и понятное дело что все это должно где-то храниться не единственное что не факт что там сделались полные копии там возможно идет прохождение просто от самого последнего до самого первого ну вот тут примерно написано и вот этот расстояние между самым последним запрошенным и самым первым как раз хранится вот значит это что касается что касается стандартных функций есть еще с функция знаете какая star map это как map который мы сегодня смотрели только он примерно так же как chain from iterable у него в качестве параметров не набор параметров этой функции а iterable ну как это ну вот вот извините я немножко закашлялся и это он будет применять функцию не к вот этим объектам из списка да а к звездочка аркс объектам из списка например если функция ваша от трех переменных то вы ей надо передавать последовательно трое иначе у нас map не получится вот ладно это значит что было это вот всякие такие странные свойства которые можно проделывать над последовательности вопросы кажется я тут все сказал но это еще не все потому что у нас осталась комбинаторика вот значит это не формула комбинаторные это именно последовательности тех самых объектов которые представляют собою декартово произведение ну декартово произведение ладно декартово произведение это просто вложенный цикл формы знаю for a in x for b in y вот это все перестановки сочетания и сочетания с повторениями прям вот по классике вот что я сделал неправильно читаем документацию repeat равно что я сделал неправильно читаем документацию repeat потому что она вот она нет нет а звездочки ясно что на что умножать короче мы же что-то на что-то умножаем да а repeat надо отдельный repeat все я понял вот вот да вот так надо было там же там же в качестве звездочка и требуется это значит что все что мы туда передаем является со множителями это как раз достаточно понятная штука как тут и написано это просто вложенные циклы а вот всякие сочетания с перестановки и сочетания с повторениями это интересная тема вот да что там combinations нет сначала permutations 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 это перестановки ну хорошо лист да да во много давайте поменьше сделаем о сейчас о есть такая штука pretty print вот прям реально все перестановки вот у перестановок может быть насколько я помню ну количество из скольких поскольку то же самое что из комбинейшнс или сделать вот вот в вот с та же самая история такая вот забавная штука вот эта забавная штука а реально часто встречается в алгоритмах когда нужно что-то перебрать какие-то перестановки или что такое вот ну прям прям бывает имейте в виду что до память от не жрет даже этих перестановок довольно много сочетание чуть меньше перестановок обычно много ну продукт это вообще прям энная степень понятное дело вот память это не жрет но имейте ввиду что понятное дело что этих 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 перестановок у вас там c100 по 100 то вы можете не дождаться конца цикла просто в остальном да вот это что касаемо что касается intertools есть еще functools 20 но с functools кажется ничего интересного такого нету это такие довольно внутренние штуки в основном там видите декораторы всякие вот странные функции функции птоки единственное чего интересно functools и есть эта функция partial функция partial это частичное вычисление функции реально вы передаете ему функцию готовые параметры этой функции она в заданные связанные а на выходе вас будет новая функция без вот этих связанных параметров вот такая вот такая вот странная штука вот здесь вот видите в примере ну как известно int функция int это же не только класс а он еще и конструктор и вы можете например указать систему счисления в том числе нестандартную ну вот а здесь в примере смотрите что они делают они берут и делают частичную функцию int у которой задан параметр base она будет преобразовать именно из двоичной системы счисления вот такая вот такая вот странная странная ерундовина вот но функция в целом более эзотерично поэтому вот ну что ж нам кажется я рассказал все что хотел нас еще целых четыре минуты до конца давайте задавайте вопросы какие-нибудь что у нас домашка у нас еще одной домашки нет я сегодня придумаю не волнуйтесь это самая простая стерба машка домашка которую здесь видеть вот нет вопросов ну что ж раз нет вопросов тогда всем спасибо и до следующих встреч обращаю внимание что у нас если я опять не умру в этот четверг лекция по регулярным выражением в питоне я когда к ней готовился вчера обнаружил несколько новых интересных штук которых раньше в питоне не было так что вот если приходите туда тоже и всем спасибо аплодисменты Спасибо.